Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Евгений Шувалов, и в этом видео я хотел бы, на примере очень поучительного этюда, разобрать тему блокады в шахматах. Ну и вскользь одновременно коснутся темы ладейного эншпиля, а также темы эншпиля ладья и слон против ладьи. Ну что ж, этюд перед вашими глазами, на ваших экранах, и при желании вы можете попробовать сейчас сами, самостоятельно его решить и попытаться найти здесь выигрыш за белых. Ну, вкратце, давайте попробуем для начала просто оценить позицию. Вы наверняка заметили, что у белых лишняя фигура, но для победы этого недостаточно. С чисто материальной точки зрения у черных две пешки за слона, и это вроде бы является компенсацией за отсутствие фигуры. Кроме того, если вы знаете теорию ладейных окончаний, то наверняка вы должны знать, что эншпильд ладья и слон против ладьи без пешек. В принципе, ничейн и ладья с королем может успешно держать оборону против ладья и слона, против ладьи со слоном и королем. И я хочу сказать, что в описании данного видео приведена ссылка на мой авторский видеокурс по ладейному эншпилю, в котором я как раз разбираю такие эншпиля, эншпиль ладья и слон против ладьи без пешек, в которых я разбираю основные опасности, которые могут поджидать слабейшую сторону, а также две главные защитные стойки, которые позволяют ладьёй успешно защищаться против ладьи и слона. Всем рекомендую ознакомиться с этим видеокурсом. Ну и также, конечно, знания таких базовых позиций наверняка будут полезны как в практической партии, так и в решении вот подобных этюдов. Итак, по материальному соотношению белый владеет небольшим перевесом, но его не должно хватать до побед. Но остаются ещё у нас позиционные факторы, и позиционные факторы здесь налицо в пользу белых. Невооружённым глазом видно, что все белые фигуры очень активны, чёрный король отрезан по восьмому аяду, белая ладья занимает отличное доминирующее положение на обжорном айду, кроме того, активно расположен белый слон, он готов подключиться к атаке на чёрного короля, белый король достаточно близко к королю, и не очень удачно расположена чёрная ладья, она расположена довольно пассивно. Как вы знаете из теории ладейных окончаний, в ладейных окончаниях ладья должна всегда стремиться к активности. Даже ценой жертвы пешек активность ладьи, как правило, приводит к достижению ничьи. Ну и первое, что приходит за белых, это попытаться использовать такое активное положение фигур и поставить чёрным королю мат. Ну, просто шаг ладьёй ничего не даёт, чёрный просто отходит королём на е7, и получается, что король вышел из опасной зоны, поэтому ладью, конечно же, стоит оставить на седьмом айду. Можно попробовать немедленно приблизиться к королём, но тогда чёрные, видимо, должны ввести вперёд проходную пешку f. Это кажется вполне логично, пешка подкреплена сзади ладьёй, это проходная пешка, и плюс освобождается пространство и для чёрного короля, и для чёрной ладьи. И на дальнейшее приближение короля следует шаг ладьёй с поля f6. Видите, что белый король изгоняется с шестого рядом, ну и дальше ладья выходит на активную позицию, белый король отрезан, и в принципе белые могут и дальше пытаться играть эту позицию на выигрыш, у них сохраняется лишняя фигура, даже вполне возможно, что при точной игре им удастся выиграть обе чёрные пешки, но это опять же приведёт к ничейному ладейному окончанию, которое подробно разобрано в моём видеокурсе. Ну что ж, скажете вы, напрашивается, конечно, шаг слоном. В такой позиции шаг слоном – это первое, что приходит в голову квалифицированному шахматисту, и я хочу сказать, что если вот здесь вот включить движок, вот, есть такая функция, то вы увидите, что движок показывает вполне серьёзный перевес белых, и рекомендует именно ход слом b5. Ну что ж, многие шахматисты привыкли слепо доверять оценке шахматных движков, и поэтому ход слом b5, конечно же, должен в первую очередь рассматривать каждый шахматист в этой позиции. У чёрных единственный ход – это королём на d8. Ну и теперь, опять же, ничего не даёт шах ладьёй. Вроде бы чёрный король отошёл от собственной ладьи, но на шах есть спасительная клетка e7, с которой король защищает ладью на f8, выходит из опасной зоны, и снова чёрный здесь вне опасности. Поэтому, безусловно, рано давать шах ладьёй, а стоит попробовать приблизиться к королём, сыграть, например, король f5. Вообще, позиции чёрных внушают здесь вполне серьёзные опасения. Обратите внимание, что король отрезан по восьмому ряду, плюс довольно пассивно расположена ладья на f8, она никак не может найти себе места. Например, хочется как-то вывести её на оперативный простор, но если сыграть ладью h8, чтобы потом вот куда-нибудь сюда ладью перевести, то немедленно следует шаг по восьмому ряду, и чёрные остаются здесь без ладьи. Поэтому ладья чёрная, к сожалению, не может далеко отойти от собственного короля. Но, с другой стороны, у чёрных есть ход f7, f5, который, во-первых, отвлекает белая сила, поскольку чёрная пешка вполне серьёзно собирается пройти и дальше, и стать ферзём, и, во-вторых, освобождает пространство для ладьи, и теперь ладья может на ход король d6, ладья может вполне спокойно объявить шаг по шестому ряду, вновь отбросить белого короля куда-нибудь подальше, и после ладья b6, в общем-то, снова чёрные вне опасности. Ну, конечно, практические партии белые здесь могут ещё пытаться выиграть, но объективно позиция ничейная. Даже если чёрный проиграет обе пешки, на доске возникает теоретически ничейный эншпиль. Поэтому, это не может быть решением этюда. Вообще, хочу сказать, что этой задачей имеет такое очень интересное побочное решение, но я бы не сказал, что это решение, это попытка решения. И заключается она вот здесь, в ходе король d5. Этот ход несколько хитрее, нежели ход король d6, поскольку, теперь чёрные не могут объявить шаг ладьёй с f6, но, вроде бы, ход не создаёт никакой угрозы, кажется, что угроза мата не создана, и чёрные могут спокойно двигать свои пешки вперёд, например, сыграть f4. Но, оказывается, что после f4 смысл хода заключался в том, чтобы пойти королёву вот так вот на e6, и не допустить тем самым шага ладьёй, отбрасывающего шага ладьёй по шестому ряду. И, как здесь нетрудно убедиться, здесь чёрные во всех вариантах проигрывают. У них нету шаг ладьёй с f8, поскольку это поле пробивается белым слоном. Ну, а грозит просто шаг ладья a8, и не видно какой-то защиты, например, на ход f3. Следует ладья a8 шаг, король отходит, белые забирают чёрную ладьё, и вы видите, что легко белые фигуры справляются и с чёрными пешками. Поэтому чёрные, безусловно, после хода король d5 не могут игнорировать угрозу король e6, и должны этой угрозой препятствовать ходом, скажем, ладья f6. Ладья f6 логичный ход, ладья уходит из опасной зоны и отрезает белого короля по шестому ряду. Теперь ничего не даёт нападение на ладью, поскольку ладья спокойно отходит на b6, и вновь чёрные добиваются для себя оптимальной остановки, при которой ладья контролирует шестой ряд, отрезает белого короля, и, в общем-то, какой-то опасности в этой позиции нет. Ну, конечно, нужно соблюдать минимальную осторожность и желательно ознакомиться с моим видеокурсом для того, чтобы знать, где есть защитные стойки за чёрных. Объективно, опять же, говорю, что позиции данные не чинные. Но у белых есть гораздо более здесь хитрый ход. Я предлагаю тоже всем желающим изучить, повысить своё мастерство в разыгрывании N-шпилей. Этот ход найти вот сейчас. И ход этот слон d6. А, да, слон d7, простите. Ход этот, сразу скажу, не выигрывает, но он заставляет чёрных играть максимально аккуратно и буквально единственными ходами здесь делать ничью. Ну, на первой сград, опять же, ход не создаёт никакой угрозы, и чёрные могут попробовать просто тянуть пешку вперёд, сыграть f4. Но, как ни странно, ход f4 оказывается решающей ошибкой. Оказывается, что ход слон d7 создал угрозу слон e6. Теперь слон перекрывает шестой ряд, и король белый готов встать на поле d6. Опять же, на f3. Следует теперь король d6, и мы видим, что чёрный король получает мат. Грозит ладья a8 с матом. Никак чёрные не могут этому воспрепятствовать, кроме как отдав свою ладью за слона, и после хода f2 белые на последнем рубеже успевают задержать чёрную пешку, и легко выигрывают партию с лишней ладьёй. Ну что ж, вы скажете, хорошо, угрожает ход слон e6, тогда попробуем просто отойти ладьёй по шестому ряду, сделать какой-нибудь ход вместо f4. Простите, вот здесь вот, после хода слон d7, вы скажете, что угрожает ход слон e6, и да, нет времени на ход f4, но попробуем просто отойти ладьёй по шестому ряду и сыграть, например, ладья b6. Теперь слон e6 не достигает никакой цели, но у белых есть ход слон c6. Теперь вот таким способом они перекрывают шестой ряд, и грозит уже король d6. У чёрных, правда, теперь есть защита, связанная с ходом ладья b1. Или, наверное, всё-таки точнее даже не ладья b1, а ладья b2. Вот так вот ладья b2, но тот, кто знает позицию Филидора, тот должен понять, почему точнее ладья b2. Опять же, отсылаю всех к своему видеокурсу. Но эта позиция кажется очень опасной, для чёрных, и прежде всего из-за того, что после хода король d6, вы видите, что грозит мат. После ладья a8, единственная защита заключается в том, чтобы дать шаг сзади. Белые перекрываются слоном, и кажется, что уже ничто не спасёт чёрного короля от мата, но у чёрных находится ход ладья c2. С идеей на шаг ладьёй са8 также перекрыться ладьёй на поле c8, и таким способом держаться, защищаться от мата на последнем рубеже буквально. Хочу сказать, что эта позиция как две капли воды напоминает позицию Филидора, разобранную в моём видеокурсе, и здесь, будь этой позицией Филидором, белые бы здесь выигры, форсировано, но позиция Филидора возникает без вот этих двух пешек, без пешки g6 и без пешки f5. Вот без пешек это позиция Филидора, и у белых здесь выигрыш, который разбирается в моём видеокурсе. Опять же, всех туда отсылаю. Но хочу сказать, что этот выигрыш достигается путём нескольких сукцвангов, по которым ладья должна, во-первых, покинуть самое выгодное положение на втором айду, перейти на первый ряд, потом за счёт ещё одного сукцванга покинуть положение на третьем, и на первом айду перейти на третий ряд, и уже при положении чёрной ладьи на третьем ряде белые достигают выигрыша. Здесь же сукцванг не получается, поскольку у чёрных есть ходы пешками, которые рано или поздно должны отвлечь белые фигуры и разрушить вот эту вот самую выигрышную стойку. То есть белые, скорее всего, выиграют обе эти пешки, но чёрные должны за этот момент попытаться эту стойку разрушить и перейти к одной из ничейных стойк, которые также разбираются в моём видеокурсе. В общем-то, защита здесь довольно трудна за чёрных, трудна и хлопотна, но я верю в то, что если чёрными будет играть квалифицированный шахматист, то ему удастся это сделать, удастся защитить это окончание. Ну а мы с вами отмотаем немножко назад. Мы смотрели за чёрный ход ладья b6, то хочу сказать, что кроме ладья b6 может пойти в голову, выйти, например, королём. Но попытка выйти королём, видимо, тоже не получается. И прежде всего и за шахом. Вот я, например, смотрю такой ход. Слон e6, король на f8 убегает. И теперь после король e5 вы видите, что ладья на f6 неожиданно оказалась в западне. У неё нет ни одного ни одного хода. Ну, следующим ходом, ну, видимо, чёрный вынужден здесь будет уже отдать ладью за слонагой. Белый здесь легко выигрывает, поскольку пешки пока расположены далеко и ладья легко их здесь задерживают. Но вообще, последний вариант должен натолкнуть чёрных на мысль, что нужно дать ладье больше пространства. И это поведёт их к правильному решению, к самому точному ходу. Это ход g5. Ход освобождает ладье дополнительные поля по шестому ряду. И теперь на ход слон e6, который выиграл в предыдущем варианте. Чёрный король просто просто убегает. И обратите внимание, что у ладьи появляется поле для отступления. Теперь ход король e5 не выигрывает ладью, поскольку у ладьи есть поле h6. Ладья может спокойно сюда отойти. Ну, белые, конечно, заберут пешку на f5, скорее всего, заберут ещё и пешку на g5. Но за это время чёрным удастся занять одну из защитных стоек и опять получить теоретически ничейное окончание. Ну, как вы видите, защита чёрных в этом варианте довольно сложна, но, тем не менее, чёрный держит позицию. И не удаётся белым использовать вот такое вот активное положение собственных фигур. Ну, что ж, это мы с вами смотрели побочные попытки белых прийти к выигрышу. Самый напрашивающийся ход слом b5. Ну, а теперь переходим непосредственно к решению этого этюда. Вообще, внимательные зрители наверняка обратили своё внимание на главную защитную идею чёрных. Защитная эта идея заключается в том, что чёрная ладья расположена крайне неудачно, она не может активизироваться через поле h8, поэтому главная идея заключается в том, чтобы здесь сыграть f5 и потом ладьёй выйти на f6, тем самым беря под контроль 6-й ряд и отрезая белого короля. Так вот, идея белок в данной позиции в том, чтобы воспрепятствовать этому. Воспрепятствовать ходу f5. А как можно воспрепятствовать ходу f5? Ну, вроде бы, все привыкли, что в задачках выйти утром надо жертву слона какую-то рассматривать, но ход слон g6 объективно ничего абсолютно не даёт, поскольку после взятия уже у чёрных лишняя пешка, ладья получает немедленно оперативный простор, и у белых явно здесь ничего нет, теперь уже белые должны бороться за ничью, но в принципе позиции ничей, но здесь должны легко добиться ничей белые. Как же воспрепятствовать другим способом ходу f5? И вот именно здесь у белых появляется идея блокады. Пешку f, оказывается, можно заблокировать. Но вы скажете, как её блокировать? Поле f6 недоступно для белых фигур? Да, чёрное поле f6 недоступно, но есть же поле f5. И оказывается, что белые могут сделать ход слона f5. Обратите внимание, блокады. Это жертвы фигуры ради блокады. Причём, красота идеи заключается в том, что вроде бы преимущество белого заключается как раз вот в этом лишнем слоне. И белые так легко с этим слоном расстаются. Ну, чёрные должны слона забирать. Это первое, что рассматривается. И теперь уже белый король подходит вперёд, пытается вместе с ладьёй создать угрозу мата чёрному королю. И обратите внимание, насколько здесь неудачно положение чёрной ладьи. Ладья зажата собственными пешками. И вроде бы она может встать на открытую линию, например, на f8. Но на этот ход немедленно следует шаг ладьёй с a8. Поле f7 королю недоступно, король не может защитить собственную ладью. И после король e7 белые выигрывают ладью. И, в общем-то, с лишней ладьёй здесь легко побеждают. Чёрные, конечно, вместо хода ладья g8 могут попытаться наладить взаимодействие фигур, сыграть, например, f6. Тогда следует король d6. Хода ладья f7 нет, потому что немедленно получают чёрный мат после ладья a8. Чёрные могут попробовать здесь сыграть ладья g8. Но с идеей на ладья a8 пойти теперь король f7 и выбраться так всё-таки королём с восьмого ряда. Но на ладья g8 есть ход король e6 угрожая матом в один ход. Король должен отступать поближе к ладье, чтобы не проиграть её после шага по восьмому ряду. Но теперь уже следует взять пешку на f6 королём и вы видите, что активность белых фигур достигла своего апогея. Грозит мат в один ход и любой способ защитить от этого мата, например, ход король e8 он вынуждает чёрного короля отойти от собственной ладьи и вообще-то белые выигрывают чёрную ладьё и достигают решающего материального перевеса, после которого выигрыш уже не представляет какой-то сложности. Ну что ж, давайте вернёмся к начальной позиции данного этюда. Я напоминаю, что начальная позиция была такая и первый ход был ход слона в 5, блокирующий пешку f. Ну, обычно после того, как рассмотрели взятие фигуры, нужно смотреть ходы, которые не связаны со взятием, но здесь, к сожалению, чёрные никак не могут усилить игру, отказавшись от взятия слона на f5. У белых простая угроза пойти королём на c5, потом на d6 и просто поставить мат ладьёй. Ладья чёрных очень пассивная и никак они не могут её активизировать. Ход ладья немедленно немедленно проигрывают ладью. Ход f6, например, пытаясь каким-то образом расширить пространство для ладьи, также ничего не меняет. Белые даже не забирают пешку на g6, а просто подводят короля. И теперь уже на ладья f7, пытаясь таким способом вырваться, уже следует взятие слоном на g6, ладья попадает под связку и вновь белые выигрывают. У чёрных ладью достигают решающего материального перевеса. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой сегодняшний обзор. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также я прошу всех внимательных зрителей отписаться мне, кто автор данного этюда, поскольку этюд я знаю давно, но, к сожалению, я подзабыл, кто его автор и мне очень хочется узнать, кто же сочинил этот этюд. Если кто-то знает, кто-то знаком с автором этого этюда, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, а с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал и скачивайте мой видеокурс по основам ладейного Эншпиля.